Проверяю новый мотор Denzel D5500 IPMSM залитый компаундом и связки с контроллером Orient 250 с блютусом. Питаю от лабораторного блока питания. Сейчас все подключу, ручку газа. Включаю. Сейчас только потребления нет. Включаю. Пошел только потребление на 0,3 ампера. Вот, теперь сразу включу приложение. Обязательно для приложения нужно включать на самом смартфоне в настройках GPS. Без GPS он не видит блютус устройств. Включаем приложение. Выбираем устройство, которое называется YM. Коннектить именно нужно через приложение. Теперь идем на главный экран. Побежали вы здесь в циферке. Значит все нормально. Показывает напряжение. Вот здесь напряжение ручки газа. Первый параметр это не вольтаж, а до 256. Это процентное соотношение, грубо говоря, в восьмиричниках, в десятичной системе. Это линейное напряжение и температура MOSFET. Первое, что нужно сделать, это включить режим D-High. Я вывел вот здесь на кнопочку. Если я нажимаю, у меня меняется Middle на High. Включаем обязательно High режим. Это максимальная скорость. И первым делом при подключении нужно произвести настройку, адаптацию углов датчика ХОЛОД, настройку мотора. Self-learning. Жмем. Confirm. Теперь, на всякий случай, возьму мотор ногами, жму до конца ручку газа и держу. Он сам спустя некоторое время разгоняет и выключает. Отпускаю ручку газа и опять жму еще раз. Он крутится в обратную сторону при этом. Тоже держу, пока он сам не отключит. После того, как он остановился, отпускаем ручку газа. Он пишет в систему OK. Адаптация углов датчика ХОЛОД прошла успешно. Теперь можно идти в настройки. Что нам здесь нужно трогать? Первое. Количество полюсов мы не трогаем, потому что он задается в другом разделе. Rated Speed, High Speed, Backward Rotation. Это скорость заднего хода. Это режим High Speed, максимальные обороты. Здесь четыре термодатчика, четыре типа можно выбирать. В зависимости от того, какой у вас стоит, выбираем. У них разное сопротивление. Затем Current параметр. У нас контроллер идет на 100 А батарейного, 250 А фазного. Я здесь поставил максимум. Это сила при обратном вращении. Мощность точнее, да? Сила тока при обратном вращении задается. И вот здесь есть замечательная таблица, которую не предоставляет ни один другой контроллер, кроме ориентов на данный момент. В зависимости от таблицы КПД и крутящего момента двигателя, мы каждый двигатель можем по таблице с градацией до 500 оборотов настроить, чтобы он четко показывал, точнее не показывал, а работал максимально эффективно. То есть, если мы знаем, например, что данный мотор IPMSM, мы его можем раскрутить даже до 10 или 12 тысяч оборотов. Но у нас КПД будет минимальный после 5,5 тысяч оборотов, поэтому я просто поставил мощность 1% после 6,5 тысяч оборотов. Я не ограничиваю там максимальные обороты, там у меня стоит, по-моему, общее ограничение в районе 8 или 10 тысяч оборотов. Но я вот здесь ограничиваю мощность, и после этого у меня мотор просто, ему не хватает мощности, чтобы раскручиваться дальше. И получается, что максимально эффективная система, вот на 6 тысяч оборотов всего 5% от батарейного тока, можно на вращение ему использовать. Соответственно, вот 5,5 тысяч оборотов, у него эффективность после 5,5 тысяч падает, и его максимальная эффективность достигается где-то от 4,800 до 5,200 оборотов. Поэтому у нас там, ну, можно более точно настраивать. Я поставил тут 76-74% и до 6 тысяч оборотов падает скорость вращения, точнее мощность, да, которая идет на вращение до 5%, потом до 1%. Дальше. Здесь у нас мы можем настроить отдельно low speed, medium speed, ну, это режимы, как раз, которые мы переключаем. Ну, у меня в данном случае есть middle speed и high speed. High speed настраивается просто абсолютные лимиты, а medium speed, в данном случае, это как эко-режим, у нас кнопочка будет работать. Батарейный ток сбавляется на 50%, можем выставить другое значение. Фазный ток сбавляется на 75%, точнее, ну, до 75%. И обороты ограничиваются, например, четырьмя тысячами. То есть, вот, в режиме medium это у нас будет эко-режим, подрывается резко. Вот, он крутит, мы ограничили обороты. Если мы переведем, то у нас будет он крутить где-то до 6 тысяч оборотов, хотя бы говоря. Вот, и можно посмотреть ток потребления на максимальных оборотах. Аборатурный блок показывает всего лишь 2-2,5 кг, и это на максимальных оборотах. То есть, это говорит о том, что мы правильно выставили углы датчиков холла, он электронную коррекцию сам произвел. И дальше по параметрам у нас получается чувствительность акселерации. Оно, по-моему, до 256 выставляется в десятичном режиме. Вот. Количество полюсов как раз вот здесь у нас задается, по которым он будет скоро считать, потому что там параметр 4 задан, он забит и не изменяется. Здесь есть тонкие настройки, здесь режим как раз там токовое управление или управление скоростью. Есть также возможность поменять режим рекуперации не по концевику, например, а по сбросу газов, чтобы рекуперация была. Но это уже такие расширенные настройки, которые могу позже уточнить. Ну, в принципе, все по настройке, мотор настроен, все работает. Еще упустил один важный момент. Вот PID Parameters. Нам здесь по умолчанию стоит нолик, вот здесь AN. AN параметр, когда стоит ноль, это значит у нас мотор-колесо, то есть магнит находится снаружи статора. Для вот этих моторов нужно экспериментальным образом подбирать параметр AN. И он будет где-то в пределах от 8 до 16 находиться у большинства моторов. То есть в идеале подбирать его либо на двоечку меняем, смотрим ускорение, смотрим на ток. Если у нас лабораторный блок, либо Smart BMS, можно смотреть на токи потребления. Можно смотреть на то, как мотор ускоряется. И после этого, соответственно, выставляем тот параметр, который дает максимальную тягу, максимальную акселерацию, минимальные токи на максимальных оборотах. То есть набиваемся максимальной эффективности.